всем привет сегодня сегодня долгожданный обзор 959 модельки от велтойса есть точно такая же с бк-движком называется моделька 202 стоит в полтора раза дороже так значит плюсы и минусы какие есть это у нас багги начнем с плюсов нет начнем не просто с плюс вопрос то да вот комплектуется вот такой аппаратуре принципе аппаратура стандартной волоской и комплектуются как мелкие тачки 18 масштаба волосы так и лодки что-то может еще там не было минимум настроек триммер руля триммер газа наш курок он обновь и колесико мне пришло с прокручивающимся колесиком вот чуть-чуть его подклеил в принципе все нормально но мягкая не то что всяких и чп и питается четырьмя аккумуляторами поэтому весит немного сама тачка 12 масштаб бк-движок установлен сзади ой человек сказал ты бк-движок коллекторный движок установлен сзади у модельки 202 бк-движок значит плюсы какие есть но во-первых это цена то есть стоит где-то порядка 90 долларов коллекторная система и 135 140 бк-система сейчас скажу по быка вообще не знаю стоит ли заморачиваться значит в стоке имеет лагозащиту вы видели видео как я ее там топил да то есть принципе работы я мыл ее то есть регулятор до сих пор работает никаких претензий к нему нету но мотору пофиг про серву дальше расскажу фар эмуляж здесь у нас естественно но есть отверстие можно поставить кстати свои вообще тачка популярная на зарубежном форуме они там американцы наверное сидят тюнингуют ставят аморты короче них она реально знаменитая то есть у нас даже темы нет про эту тачку у них она реально почете там за такую цену видимо очень доступная да и они с радостью занимаются ее тюнингом и совершенствованием значит комплектуется также у нас либо аккумулятором на полторы тысячи гоняет минут двадцать устанавливается сюда снизу довольно таки неудобно и вот такой фиксатор у нас есть ну липушка рулит на самом деле все знают да это не гидрит моторчик здесь коллекторный на самом деле лучше гонять на липа пусть он и сгорит побыстрее ему все равно он так сгорит довольно таки быстро потому что это коллектор но стоит всего 5 долларов понимаете на эту тачку вообще реально все дешево мотор 5 долларов там серва тоже вроде 5 ну короче цены реально здесь копеечный то есть содержать ее не так не так не так накладно скажем так вот и что плюсы еще не знаю прикольно выглядит 12 масштаб довольно таки длинная значит все плюсы кончились у нее и больше нету ездит в принципе неплохо интересно но переходим к минусам это задний привод здесь не полный привод и поэтому управлять надо и уметь то есть на полном газу может ее закрутить до зимой мы не погоняем резина здесь скажем так цепка до такой протектор но нормально сойдет полностью пустая ничего нету вот задний привод да все-таки задний привод это задний привод далее амортизаторы без всяких не заправлены ничем абсолютно никаким маслом работают тупо пружинки поэтому зам замор ты большой минус и уже начинают подклинивать после всех моих покатушек задний все вклинивают то есть но нужно разбирать нужно прочищать смотреть но ходит уже с трудом внутри где-то там не знаю если кто желает конечно заморочиться поставить сюда какие-нибудь китайские недорогие амортизаторы ну можно принципе попробовать будет получше ездить . управляться должна получше но вообще не знаю то есть принципе 90 баксов попробовать погонять поубивать не знаю стоит ли сюда вкладывать пока система которая есть 202 модель когда будет мощнее дабы долговечней но опять же у нас здесь карданы пластиковые до сколько они протянут неизвестно все шестерни в дифференциале тоже пластик поэтому сколько они протянут тоже неизвестно сам дифференциал продается стоит стоит бакса на 5 стоит в сборе то есть если уж накрылась то можно и прям сборе его махнуть разбирается она довольно таки муторно то есть здесь очень много винтиков крестовая отверточка здесь требуется но очень много винтиков и поэтому долго разбирать и добираться до этого дифференциала так значит регулятор регулятор строят с приемником если накроется или то или другое придется менять их вместе серва в принципе жила но потом она у меня полыхнула поэтому стоковая наша влагозащита возможно из-за влаги на самом деле не знаю почему она полыхнула просто пошел дымок да вот серу поменял стоит она недорого 5 долларов вот теперь новая стоит и все функционирует поэтому но регулятор до сих пор работает да то есть сколько я его не мыл сколько я они не гонял по лужам все нормально в общем . для попробовать принципе сойдет ну реально довольно таки нормальный размер но задний привод до до коллекторная но попробовать кто-то может хочет заморочиться с тюнингом ну не знаю то есть лучше гонять на стоке все-таки не тот масштаб не та мощь либо уже бы кашку но пока что я же повторяю здесь у нас все пластиковое сколько это будет жить неизвестно для попробовать тачка реально прикольно думал будет хуже но оказалось довольно таки добротно по по нашим как рычагам кулакам и прочим ничего не ломалось потому что запустить ее с какой-то высоты очень сложно она слабая не для бешеных скоростей и поэтому для если вы будете по бездорожью гонять я не знаю запасаться сразу какими-то рычагами и прочим я думаю не стоит сломать сложно если только куда-то влепиться поэтому все добротно дешево сердито для попробовать сам эту всем спасибо смотрим как ездит и подписываемся до новых встреч жуки жуки блин я кейкшушки мшифа Продолжение следует... Продолжение следует...